доброго времени суток дорогие друзья меня зовут елена и вы на канале гостях улинки пинки сегодня у меня будет видео она будет сделана нарезкой я бы хотела вам показать как выглядит собственно цветонос как можно определить что это у нас растет цветонос или же мы получим просто самый обыкновенный воздушный корень и сейчас вот у меня только-только появляется кончика как вы здесь видите это у нас будет цветонос как я определяю вот данном случае корешочек у нас там будет расти корешочек растет остренькой штучкой то есть у него кончик всегда остренький а у цветоноса он такой как лопаточка идет поэтому даже сейчас вы видите что у меня только-только он появляется орхидеки и я уже могу точно определить что это у нас будет в будущем далее у меня будет начнет расти и все больше и больше становится и процессе я вам покажу как он у нас появляется дорогие друзья наш цветонос продолжает активно наращиваться вот он наш цветочек и он я даже не заметила не обратила внимание он так быстро у меня папил и ему же необходим свет поэтому он ушел аж сюда давайте ближе пододвинем орхидей q и вы обратите внимание что в принципе цветонос за эти дни прошла то неделька он очень-очень быстро вымахал но ушел под цветок смотрите какой он большой и я так понимаю что вот он видите я так понимаю что мне необходимо развернуть орхидей к потому что если ждать когда он с этой стороны придет то это будет долго а если поставим орхидей q как но таким образом то здесь процесс у нас пойдет гораздо быстрее а вот здесь у нас там остается просто обычный корешок и так мы переставляем и ждем когда он выйдет на эту сторону поворачивать его сейчас пока принудительно еще очень очень опасно можно просто его поправлять никакой палочкой закрепить по такому принципу мы не можем поэтому ждем когда он у нас полностью выйдет что касается других цветоносов это у нас так и остается на одном месте растет этот цветоносик видите вымахал вот уже какой большой друг это мульти флорка она у меня практически расцвела за этот период полностью осталось несколько вот бутончиков это все в одном состоянии на остальные здесь пока у нас цветоносов нет и так дорогие друзья у меня орхидей к уже заметно подросла если быть точнее то собственно сам цветонос на предыдущих частях видеоролика вы видели что здесь идет два цветоноса данный момент я решила убрать предыдущий цветонос так как он начал интенсивно подсыхать и у нас остался вот этот один цветонос в результате он у меня вырос уже большой и сейчас я вам собственно покажу как выглядит и какой цвет у этой орхидей ки вот такая вот у меня красивая орхидей к это орхидея компиляция она уже у меня попадала в другие видеоролики но так как у нас тема была корень или цветонос то соответственно я решила вас вам раз уж начала я показывать изначально на данной орхидей кита мы ее показываем и собственно до самого конца в результате она у меня выдала всего лишь 1 2 3 4 5 бутончиков они полностью раскрыты цветет она у меня уже второй месяц за этот период она выпускает у меня еще один листочек новенький эти листочки тоже свежие у нее все листочки как вы видите сочные жирненькие такие хорошенькие листочки и обратите внимание вот такой вот выглядит лист то есть все равно орхидеи к большинства все-таки разные листочки идут интересные у кого-то пятнистые у кого-то полосатые этот вот такой вот по форме вытянутый имеет такую расцветку листок что касается корневой массы она хорошая орхидей q пора поливать сейчас она в сухом виде и у нее отлично будет видно как выглядят корешочки как вы видите она богата на корешочки и самое интересное вы представляете я же спрашивала у вас ребят как и она называется я не знала а потом чисто случайно поворачиваю горшочек это ее родной горшочек и здесь написано что это компиляция но надо же быть сколько ходила интернете все шерстила лопатила не могла найти пока не спросила своих подписчиков а в результате оказывается мне на горшке была расцветка не расцветка прошу прощения а название собственно самой орхидейки вот такие вот корешочки как вы видите они хорошенькие отличная корневая масса стоит у меня в горшочке там дырочки для лучшего опроветривания и соответственно самые обыкновенные классический горшочек которых пруд пруди в цветочных на магазинах и магазина где собственность товара для ремонта тот же леруа обе они стандартные горшочки сидит данная орхидейка в классической системе здесь кора и мог сфагнум как только она у меня отцветет со временем я буду смотреть над за цветоносом если он у нас подсыхает мы убираем если не подсыхает то все хорошо мы оставляем это я вам хотела показать как выглядит корень и на фото точнее сказать на видео я вам сейчас покажу еще одну орхидейку которая очень часто у меня попадала в кадр и на которой тоже можно увидеть цветонос или корень и вам я сейчас красиво и и покажу это орхидея las palmas у нее название вы ее неоднократно видели у нее самый большой горшочек здесь сегодня у нас и понедельник и у меня как вы видите они сверху все суховаты потому что каждый понедельник я поливая собственно сейчас я готовилась полива заодно решила вам отснять материал почему всего один цветочек потому что очень странная женщина ребят не побоюсь этого слова хотя бы по одной простой причине она только что отсвела у меня затем на живом цветоносе дала детку потом выпустила еще один цветонос затем отсвела начала засыхать убираем тот цветонос остается этот цветонос с деткой нарастила детку начала сушить этот цветонос мне пришлось оперативно убирать детку она у меня отдельно стоит я убираю цветонос проходит недели две она снова выпускает цветонос но дает на нем всего один цветочек и здесь обрать прошу обратить внимание вот еще один цветонос но я думаю что он не пойдет так как ну нет у нее на это сил элементарно поэтому он скорее всего в таком зачаточном состоянии останется то есть она в течение года безостановочный цветонос цветы бутончики детка цветонос цветы вот так вот безостановочно и этот я больше чем уверена что у нее просто сил не хватило но мне что-то жалко я пока не убирает цветочек думаю цветет и я срежу цветонос пусть она хоть немножко отдохнет но нельзя быть вот такой вот постоянно женщины в эти вечное состояние беременностью поэтому это уберем ну а цветонос вот этот я бы хотела просто поближе показать чтобы вы видели что действительно здесь цветонос это корешочек а здесь вот он такой остренький кончик как пупырочка вот это вот он и есть цветонос я в этом прям вот точно уверенном сейчас поближе постараюсь показать очень надеюсь зафиксируется вот он он а вот у нас самый обыкновенный корень вот он бьет у него такое широкое основание толстенькое такое и зелененьким цветом он бьет то есть здесь прям стопроцентно вот я вам дальше кручу верчу поворачиваю и вот уже отлично видно что это точно у нас будет не что иное как самый обыкновенный корешок данном случае можно сказать что он воздушный он у нас пойдет вверх если не передумает а куда-нибудь здесь вниз уйдет а это самое обыкновенное ничто не есть будущий цветонос здесь вот корешочек она засушила потому что здесь был листочек и она начала его интенсивно суши когда он отвалился я собственно тогда и увидела что вот это у нас цветонос вот он такой вот получается и я думаю что он останется в таком зачаточном состоянии ну просто потому что орхидейка не вытянет все это безостановочно далее делать поэтому вот так вот получается какой вывод я делаю как я определяю корень или цветонос хочу напомнить вам если идет корень как правило чаще всего корень может быть с любой части да я не спорю он может пить из пазухи листочка но чаще всего корень где угодно хочет бить он вырастает более толстеньким таким с ярко выраженным зеленым цветом как ведет себя цветонос цветонос как правило выходит из пазухи как мы здесь видим четко и он имеет такую остренькую форму как правило имеет определенный цвет этот цвет самого цветоноса в принципе он такой естественным образом и растет что-то такое темно-бордовая темненького такого но никак не сочность зеленого как наш цветонос чаще всего цветонос я уже повторюсь вырастает из пазух но но бывает исключение цветонос у вас может вырасти и здесь к сожалению и такие случаи бывают редко нос тут ничего не поделаешь и в результате у вас появляется цветонос у вас появляется цветочек бутончик может быть и детка появится поэтому это уже все зависит от того как решит как поведет себя орхидея конечно здесь с углов можно определить бывает что вырастает и детки я не спорю бывает и при корневые детки растут но они тоже отличаются вы тогда увидите там такой вот полукруг будет это уже будущий лепест листочек появляется здесь же мы четко видим и можем сказать это у нас корешок это у нас цветонос в данном случае к сожалению в зачаточном состоянии на этом собственно и все буду закругляться большое спасибо что вы смотрите мое видео что вы ставите лайки дизлайки всего вам доброго до новых встреч дорогие друзья всем пока пока